Доброго времени суток! Давайте с вами посмотрим такой вопрос. Вернется, будет ли вкладываться в отношения? Давайте посмотрим такой вопрос. Вернется ли, загаданный человек, будет ли вкладываться в отношения? Давайте с вами посмотрим, кто для начала, да? Тот, кто должен вернуться. Давайте посмотрим его. Девочки, расслабьтесь, чтобы ситуация зависшая, да? Долго уже, видать, у вас с ним общения нет. Девочки, расклад общий. За личным, пожалуйста, ватсап по номеру телефона. Он в этом видео прикреплен в описании. Расстояние, пройденный путь не вместе, да? Ну, давайте посмотрим, кто он. Кто он? Что вы хотите, чтобы этот человек вернулся? Кто загаданный вами человек? О, с кем вообще всё? С кем всё печально? Убийственные отношения. Семья когда-то была. Но, девочки, могу сразу сказать, что семья была, скорее всего, больше по ресурсу, нежели по чувствам. Человек сам по себе депрессивный. Человек, знаете, течёт по жизни. Не любит человек брать на себя никаких ответственностей. Ему и так тяжело, он считает. У него, может, всё не ладится. Лёгкие отношения. Время провождения, скорее всего. Хоть и показаны более какие-то тесные семейные отношения, но девочки, мальчики, здесь у нас такие отношения, знаете, больше для повеселиться. Треугольники, девочки, алкоголь, увеселение, да, праздник. Ну, вы, однако, считали, что это ваша семья. Но ещё раз повторяю, что семья здесь больше по ресурсности, так как у человека ресурсности толком нет и не было. Человек сам по себе, ещё раз повторяю, негатив, негативный. Ничего не получается, ничего не выходит. И он жаждет этих ресурсов от кого-то. Скорее всего, тут и выступают, если это мужчина, то ресурс выступает женщина. Давайте посмотрим, что сейчас у него происходит в жизни. Что у загаданного человека происходит в жизни. Человек одинокий, отшельник, человек скряга, о боже. Человек одинокий, человек замкнутый. Но я могу опять же сказать, что, скорее всего, он замкнут, может быть... То есть человек, он может быть активный, может быть даже разговорчивый, но замкнутый в плане себя, открытия, что ли, себя другим людям. Сейчас человек абсолютно не хочет это делать. Человек-отшельник, человек ушёл больше в учёбу, в работу, во что-то такое, в высокие материи. Тут же верховная жрица, девочки, вышла. Это значит, что человек всё-таки начал больше стремиться к познанию. Познанию себя, познанию того дела, к чему он может стремиться. Но пока что он в таких энергиях по деньгам, материальных, да, очень нуждается, да, человек, вот как я скажу, нуждается. У него у самого всего очень мало. Поэтому он сейчас в том состоянии, когда ничего никому не даст. Что ещё происходит с жизнью человека? Давайте посмотрим, что ещё происходит с жизнью человека загаданного. Да, человек здесь работает, девочки. И, скорее всего, человек работает над начинанием каким-то. Либо он перешёл на какое-то место работы, где ему приходится делать всё заново. Здесь и говорит о том, что человек, знаете, как ученик. Может быть, иное место работы. Может быть, что-то, какое-то новое дело, да, которое вот он с ошибками что-то делает. Что в жизни происходит? Человек пытается всё-таки доверять этому миру. Пытается, знаете, делать хорошую мину при плохой игре. Вот как я скажу, как-то у меня прям возникло это почему-то. Пытается улыбаться, да, сквозь зубы. Хотя делать показные такие заявления, что у него всё отлично, всё хорошо. Хотя нет, ни по деньгам, ни по работе. А любитый я вообще не вижу, так как чувства у него просто закрыты сейчас, да. Верховная жрица, отшельник. Это всё показывает то, что человек больше направлен на уход всё-таки в себя, в какое-то своё понимание, развитие, да, анализ. Давайте посмотрим всё-таки, есть ли у него рядом какая-либо женщина. Есть ли у него рядом какая-либо женщина в его жизни. Девочки, да, женщина была. И, скорее всего, либо это жена, так как здесь это вышла императрица, была, либо это женщина, да, которую он всё-таки выделил из всех женщин, она была. Либо тут показано, что человек всё-таки был женат. Но, как бы ни было, какая бы она ни была, да, вся пригожая, вся красивая, вся вот манящая, притягивающая, чая человек всё-таки от неё, да, ломанулся в сторону себя. Человек во всех отношениях и в этих тоже, да, с этой императрицей выбрал себя, так как здесь он показан император. Каких бы женщин у него не было, человек всё-таки всегда, да, выделял именно эту одну. Девочки, ещё раз повторяю, что это может быть как жена, так и просто женщина, которая, да, от которой у него сносила башню конкретно. Ну, мне показано, что человек из отношений вышел, ушёл, он понёсся дальше, у него свои дела, свои планы, император, у него там завоевание всего мира, ему вообще некогда каких-либо отношений, ему надо реализация себя, поклонение людей себе, да, убить всех наповал, да, своей солнечной, солнечностью, энергией, властью и так далее, своими талантами. Но пока что мы видим, что всё это пшик. Давайте посмотрим, думает ли о вас, да, думает ли этот мужчина о вас, загаданной вами, думаешь ли ты о той, кто сейчас смотрит. Ну, девчонки, он всегда на выборе, куда смотреть, что делать, не смотрит он сейчас ни в чью сторону, нет. О вас, может быть, если вспоминает, то всегда, знаете, перебор сразу же, да, мысли о ком можно подумать, да, и принесёт ли это ему, ну, какие-то положительные эмоции. Всегда на выборе, на выборе, девочки, на выборе, выбор есть, видимо, всё-таки, выбор есть. Хотя рядом никакой женской энергии я здесь не увидела. Человек на выборе, и, скорее всего, если у него есть отношения, то отношения эти мимоходные, да, по колеснице, да, это просто мимоходом. Сейчас у человека идёт крушение. Ну, судьба так распорядилась, да, по колесу судьбы, по башне у человека идёт разруха старого. Полностью человек обрубает. Вселенная помогает рубить всё к чёртовой матери, знаете, как вот вошёл в лес, выйти не может, рубить деревья, чтобы был просвет. Человек сейчас полностью не в энергиях, да, думать о ком-либо. Но всё-таки давайте посмотрим, какие-то мысли о вас есть. Да, девочки, мысли есть. Мысль о том, что сейчас, то время, да, когда было то место, где вот мы о вас спрашиваем, то место, где вы встречались, где вы его ждали, где ему было своими прекрасным, да, невозможность, невозможность, да, иметь такое место больше. Нет таких больше возможностей, да, провести с вами где-то время, да, тепло, в уюте, чтобы было комфортно, да, было чувственно, было радостно, да, было приятно и так далее. Нет больше этого времени, нет таких возможностей, да, чтобы это было. Человек, понимаете, сейчас ищет какие-то нужные контакты, нужные, деловые, не более того. Ничего, нет чувственной сферы. Здесь даже если и есть, да, эмоции, то они затмевают вот эту чувственную, да, ему нужны только выгодные контакты, выгодные. Что чувствуют? Вообще остались ли к вам какие-либо чувства у человека? Ну, везде мечи. Желание осталось, вижу. По королю жезлов, девочки, желание. Желание, такое, знаете, жутко яркое желание к вам есть, сексуального характера, но в основном человек свои чувства запирает. Тут все-таки мечи, король мечей, это такой человек, да, который не покажет никогда своих эмоций. Холодная маска, предприниматель. Почему я и сказала, что сейчас только выгода, только выгода, и все его естество занимает только выгода, его личные амбиции, его планы на жизнь, да, его мысли он воплощает. И все-таки давайте посмотрим основной вопрос. Вернется ли, а если вернется, будет ли вкладываться в отношения? Вернется ли он к вам? Есть ли такая вероятность? Нет, девочки, нет такой вероятности. Все течет, вот это вот, понимаете, оно уже долго. Если разрыв этот был, он был уже давно. Это не первый месяц, даже не полгода, скорее всего. Все вот это происходит, тегомотина, уже давным-давным-давно, девочки. По умеренности это длится уже давно. Баланса этого давно уже нет. Вот, хотелось бы, да, ему наладить его, очень бы хотелось, но, девочки, он... Нет на это ни времени, ни энергии, ни желания, ничего. Ничего налаживать, и тем более вернуться к вам он не хочет. Он бы хотел вот по королю жезлов, такой, знаете, пришел, увидел, победил, да, и тут же включил короля мечей, да, и рыцаря мечей. Ускакал, то есть с холодным, так сказать, сердцем. Девочки, человек нарочно отказывается от этих чувств, нарочно. По восьмерке все-таки чаш, девочки, это такой осознанный уход. Осознанный человек понимал, может быть, что здесь ничего ему как бы не светит, так как вкладываться ни во что, видимо, он не хотел уже. По луне, девочки, это все-таки расстояние, это пройденный путь. Это уже такой, знаете, человек потихонечку, да, не сразу ведь он уходил. Этот человек уже давным-давно не был с вами. Мне кажется, он никогда здесь с вами и не был. Вот, определенный путь пройденный, человек тихонечко двигается назад. Все, что, девочки, он хочет, это все-таки пентакль, это материальная сфера жизни. Человек не хочет влюбляться, не хочет любить и не хочет быть зависимым. Вот как я скажу. Ну, давайте даже посмотрим такую, да, на мысль все-таки. Стал бы он вкладываться в отношения, если бы вернулся все-таки. Нет, девочки, не стал бы. Не стал бы. Этот человек опять бы обманывал, говорил неправду, все время говорил, а вот ты знаешь, еще не время, ну, там я как-то вот, может, позже давай, или там еще что-то. То есть человек все время бы, да, какие-то уловки были бы с его стороны, девочки, ну, потому что все. Эти отношения давным-давно уже изжили себя.